Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Багыт». У нас сегодня в гостях глава молодежного общественного объединения «Кузгаловский ИЗ» Аслан Кабигенов. Здравствуйте, добро пожаловать! Здравствуйте, благодарю. Аслан, скажите, пожалуйста, какие создаются условия со стороны государства нашей молодежи? Ох, так сразу. Со стороны государства на самом деле есть большое количество молодежных проектов и программ, где могут принимать участие молодежи. В том числе это во время окончания учебного заведения по молодежной практике куда-нибудь может туда устроиться. Кстати, в этом году сумму именно зарооклада по молодежной практике увеличили. Также добавилась общественная практика, общественная работа, точнее. Это в учебных заведениях есть какие-то госпрограммы. Но также на сегодняшний день остаются актуальными вопросы именно трудоустройства молодежи и обеспечения жильем молодежи. Это та проблема, с которой мы из года в год все идем. И делается множество, но пока эта проблема есть. Все-таки минусы какие-то присутствуют. Да, однозначно, потому что есть до сих пор программы, к примеру, со стороны государства была программа 7.20.25. Потом эта программа стала меньше. Но по сей день в любом случае есть молодежь, которая не может получить жилье, и есть проблемы с трудоустройством. Проблемы с трудоустройством здесь очень важный момент, что, к примеру, в центрах занятости, обращаясь молодежь, им предлагают какую-то работу. Есть со стороны государства поддержка, но окладываю эти работы очень маленькие. Молодежи просто физически не хватит, материально не хватит этих средств, чтобы выжить в городской среде. Учитывая затраты, да? Учитывая затраты. Это необходимо в то же время и оплатить за аренду помещений, квартиры, в которой он проживает. В тот же момент нужно обязательно также и коммунальные услуги, также есть какие-то свои собственные расходы. Помимо собственных расходов есть где-то еще и нужно одеться, где-то на какие-то курсы записаться хочет. Да, на это все необходимые финансы. Но со стороны государства, да, вы отметили, что условия создаются, даже ярмарки вакансий свободных рабочих мест. Да, в университетах даже на четвертых курсах, на третьих курсах приглашают постоянно на ярмарки вакансий, как вы уже сказали. И это не просто ярмарки вакансий, а это вот конкретные работодатели приходят, проводят собеседование, получают их резюме, далее их уже приглашают к себе трудоустроиться. Но низкая заработная плата. Вот это главное требование, да? Главное требование, да. Нашей молодежи. Потому что это не только, в принципе, молодежь, это адекватное и разумное требование каждого казахстанца, в принципе, каждого гражданина Земли, планеты всей, что достойный оклад, достойное жилье, достойное образование. Ну, здесь просто это права человека основные. Ну, вы сами сколько лет занимаетесь волонтерством? Волонтерством я занимаюсь, на самом деле, с 2013 года. В следующем году буду десятилетие праздновать уже. Ну, волонтерство – это не та вещь, которая, приходишь, вот пришел и все, и ты получил корочку волонтера, бейдж-волонтер, и ты волонтер в этот момент. Нет. Волонтер – это тот человек, который занимается волонтерской деятельностью. У казахстанского общества, в принципе, у нас волонтерство – оно в крови. Не у казахов, а у казахстанского общества в все целом. Потому что мы никогда не можем промолчать, когда видим несправедливость. Мы никогда не пройдем мимо бабушки, которая идет с тяжелыми сумками. Мы всегда поможем, мы всегда протянем руку помощи, и мы всегда окажем поддержку. Даже просто элементарно тот момент, что мы постоянно стараемся, я уверен, большое количество колоктанцев постоянно оказывают какую-то поддержку и помощь своим соседям, которые нуждаются в этом. Мы постоянно, к примеру, направляем свой заработок, какой-то доход, часть этого дохода на благотворительность, помогая кому-то. Мы постоянно находимся именно в этой волонтерской деятельности, но сами того не понимая. Та же гостеприимность, да, у казахов? Да, та же просто элементарная гостеприимность, когда у казахов же есть еще понятие, когда кто-нибудь придет. Мы всегда, мы не просто накормим, мы еще его и с пакетом же отправим домой, с архетами, да. Не просто с едой то, что осталось, а отправим еще и с определенными подарками, которые символизируют и олицетворяют его первый приход, и то, что в этом доме тебя всегда рады. Как вы считаете, в чем главные преимущества волонтерства? Главные преимущества волонтерства – это принципы волонтерства, разумеется. Не просто принципы, а когда принципы волонтерства, они строятся на основных китах волонтерской деятельности. Это добропорядочность в первую очередь, отзывчивость. И также это желание оказать помощь и поддержку окружающим. Давайте поговорим о проектах, которые внедряются, особенно о социальных проектах. Хочется больше узнать, да? Как создаются социальные проекты, с чего начинается? Наша организация «Хозголовский изэт» у нас есть четыре основных соцпроекта, которые именно несут такой положительной социальной помощи и поддержку народу. Это помощь в доставке продуктов в корзин. Мы ежемесячно стараемся доставлять эти корзины. У нас есть подшифные семьи, с которыми мы постоянно работаем, постоянно оказываем поддержку, оказываем помощь их детям, им самим, этим родителям, помощь в трудоустройстве и родителям оказываем, несмотря на то, что мы являемся молодежным общественным объединением. Также есть социальный проект, это бесплатная стрижка для детей из многодетных семей. Это что-то новое? Это, ну, на самом деле не новое, этот проект вот в мае, в июне месяце этого года уже будет год, как мы реализовываем его. Один салон красоты, салон красоты «Агат», который расположен на Юго-Востоке, это, ну, вот, просто хочется сказать спасибо, пользуясь эфиром, что они отозвались и оказывают нам помощь, где бесплатно дети приходят и могут подстричься. Есть определенный список детей, которые вот мы направляем этих ребят, этих детишек, и этих детишек бесплатно стригут. Также есть какие-то временные социальные проекты, это вот, к примеру, сейчас идет помощь ветеранам труда, пенсионерам, одинокоживучим пенсионерам, помощь в очистке и уборке их дворов от снега. Сейчас как раз актуальная акция, да? Сейчас очень актуальная акция, да. Да, потому что близятся теплые периоды, погода начинает быть плюсовая за окном, и здесь очень важный момент, что, чтобы не затопило, чтобы с крыши вода не потекла, да, здесь волонтеры приходят на помощь, на подмогу. И очень важные проекты, также у нас есть долгосрочные проекты, это бесплатное обучение детей из многодетных, из малоимущих семей, а также лиц с инвалидностью, бесплатное обучение их английскому, казахскому языку, а также помощь им, волонтеры помогают им разобраться именно на портале электронного правительства, ЕГОВ. Как правильно работать в нем, как правильно получить справки, как правильно подать какую-то заявку, если у них есть какой-то запрос, жалоба в государственные структуры, как это нужно правильно сделать через ГИУТНЭШ, мы оказываем поддержку и в этом. Но и сейчас вот все мы видим, да, что происходит ситуация между Россией и Украиной, даже здесь мы, наша организация, мы пытаемся вернуть наших карагандинцев, несколько карагандинцев обратились в нашу организацию, мы оказываем им помощь именно в возвращении их на территорию страны, так как небо Украины закрыло полностью и очень тяжело вернуться на территорию родины. И взаимодействие с государственными органами, с депутатами мажориста парламента, это и Министерство иностранных дел Республики Казахстана, взаимодействие с ними, мы постоянно сейчас пытаемся оказать помощь в возвращении казахстанцев на родину, оказывая какие-то консультационные, координационные услуги. Вы упомянули о помощи социально уязвимым слоям населения, скажите, пожалуйста, как в целом определяется список нуждающихся? На самом деле, когда организация создается, у нее нет определенного какого-то списка, не каждая организация понимает, что необходимо обратиться в госорганы, чтобы запросить этот список и получить его, но также это очень важный момент, что эти списки, эти данные охраняются законом, так как распространение их третьим лицам является незаконным действием. Но так или иначе, каждый из нас знает, где живет мама, которая одна воспитывает ребенка, так или иначе, мы знаем, где многодетная семья, где одинокий живущий пенсионер. Таким образом, изо дня в день этот список как-то пополняется, спрашивая, где-то бывают люди, благодаря каким-то телепередачам, видят нас и потом сами обращаются и говорят, вот у меня есть такая соседка, ей бы хорошо было помочь, но она сама не может попросить. Соответственно, мы берем ее данные, уже заносим своей базой, и таким образом формируется этот список. В целом, когда был сложный период для нашей страны, волонтеры оказывали огромную поддержку. В этот момент были сложные, элементарно какие-то личностные, наверное, сложности, в том плане, что когда мы выходили, мы еще не понимали, что за этот вирус по телевидениям нагнали в жути, мы боялись безумно сами, потому что живем не одни, были риски самим заразиться, заразить своих родных и близких, мы боялись просто элементарно сами этого, безумно боялись, одевали противочумные эти костюмы, слой за слоем маски, обливались антисептиками, защищались всеми средствами индивидуальной защиты, как могли. Но в любом случае есть какие-то высшие силы, которые видят, что человек с добрыми намерениями пытается помочь и оберегают так или иначе от плохого, от бед и ненасти. И в этот момент были вот эти вот просто элементарные какие-то внутренние сложности перебороть себя и пойти оказывать поддержку. Несколько мы боимся за себя, а сколько боимся за родных, именно за свое окружение, чтобы не заразить и уберечь их. Бабушки, дедушки, которые были склонны. Родители, родственники, знакомые, близкие, свои, родные. Но в период пандемии мы помогали не только лишь в доставке продуктовых, в развозке продуктовых корзин, пакетов. Мы также оказывали помощь органам местной полицейской службы, департаменту полиции. Это помощь у нас в рядах наших волонтеров. Есть лица, которые имеют удостоверение, официальное удостоверение, жетон общественного помощника полиции, который оказывает помощь полиции, где мы обходили поквартирно детей, которые состоят на учете, где сложные семьи, именно социально уязвимые категории населения обходили эти семьи. Мы также делали постоянные рейды, мониторинги с мониторинговыми группами, это и с управлением здравоохранения сотрудники. Мы постоянно с ними обходили территории, участки, элементарно проверяя, донося предпринимателям, что сейчас очень важно сохранять все меры предосторожности. Также были у нас какие-то разовые акции, когда мы раздавали, когда был безумный дефицит медицинских масок. Были волонтеры, которые самостоятельно шили. Там были не только просто волонтеры, когда всей семьей, у нас до сих пор последний день в нашей фотоальбоме, у нас есть фотографии, где сидит мама, бабушка и сама девушка-волонтер, где все троем сидят за машинками, шьют эти маски, изготавливают эти маски. И где мы раздавали эти маски, но не просто прохожим, а раздавали именно тем людям, которые нуждались в этом, которым это было нужно. В волонтерское движение в основном идут студенты, даже школьники выбирают этот вид деятельности. Как они совмещают учебу с волонтерством? Правильно вы говорите, что в основном в волонтерстве идут молодежь. И студенты, это же не... В волонтерство приходит не просто человек с улицы, осознанно понимая, что он хочет принести какую-то пользу. И учебный процесс занимает он не весь день ведь. Учебный процесс, допустим, в один день пары начинаются, если в обед какие-то, в один день в обед они уже заканчиваются. И в это время волонтер каким-то образом, вот именно хороший тайм-менеджмент волонтера, помогает правильно использовать, рационально использовать свое время и оказывать рационально использовать свое время, идти в ногу со временем и совмещать учебный процесс вместе с общественно полезной деятельностью. И график гибкий, да, удобный. Да, потому что, к примеру, если молодежь, которая уже закончила, если она не может целенаправленно постоянно заниматься волонтерством, потому что есть определенное трудовое законодательство, где закреплены трудовой договор, да, к примеру, что с 9 до 6 ты находишься на рабочем месте, ну, обеденное время нужно потратить в первую очередь на себя, чтобы перекусить, нежели идти волонтерить. А молодежь, которая учится, она более свободна, она более имеет много свободного времени, чтобы заниматься полезной деятельностью. Насколько я знаю, студентам созданы сейчас хорошие условия, студентам, которые занимаются волонтерством, созданы хорошие условия. Давайте об этом расскажем. Студентам, да, на самом деле созданы очень хорошие условия, но это большой труд в целом экспертного сообщества, комьюнити, что большая благодарность министру образования, министерству образования в целом за организацию этого проекта. Этот проект называется социальный студенческий кредит, по-другому его называется социальный студенческий ваучер. Это проект, где волонтер, зарегистрировавшись на определенном портале, может отслеживать объявления, монитория сайт, откликается на это объявление, где нужны волонтеры, проходят собеседование, и после завершения его волонтерской деятельности организация, которая приняла его, выдает ему справку, с этой справки он идет в свое учебное заведение, после учебное заведение формирует его пакет документов и направляет в Министерство образования для проверки. После этого волонтер получает, если, допустим, он отработал 20 часов, за каждый час работы он получает 1000 тенге. Но за каждые 10 часов этот волонтер получает по одному кредиту. Что дает этот кредит? В учебных заведениях сейчас у нас баланский процесс обучения, кредитная технология, и, к примеру, на определенных дисциплинах есть определенное количество кредитов. И если есть у него какие-то проблемы с определенной учебной дисциплиной, то он идет к заведующему кафедрой, либо это в учебное какое-то управление университета, везде называется по-разному. И здесь просто подает заявку и говорит, что вот у меня есть какие-то кредиты, я бы хотел этими кредитами воспользоваться и повысить свой рейтинг на этой дисциплине. Прошу вас засчитать это. И это абсолютно законно, есть нормативно-правовые акты, это официально зарегистрировано и официально законно. Это большая поддержка, на самом деле, для студенческой молодежи, студенческих волонтеров. Получается, это только в университетах, да? Нет, не только в университетах, на сегодняшний день это внедрено и в среднеспециальных учебных заведениях, в колледжах, но в колледжах не во всех. Если учебное заведение любое может принимать участие в этом проекте, то в среднеспециальных учебных заведениях есть определенный список, есть определенные требования. Скажите, пожалуйста, с какими трудностями столкнулось волонтерское движение именно в момент создания? Первое время, да, скажем так? В момент создания, ну, так получилось, что мы не просто пришли к созданию этой организации, мы создали ее по инициативе молодежи, студентов, когда студенты, которые шли с первого курса с нами вместе, когда они, уже находясь на четвертом курсе, сказали, мы закончим университет, этой деятельностью хочется продолжить заниматься, надо что-то делать. Давайте создаем свою организацию, юридическое лицо, зарегистрируем, получим устав, свидетельство, и где мы абсолютно законно сможем осуществлять свою деятельность, где мы будем просто, не просто как инициативная организация, будем уже официальным юрлицом, серьезная структура и серьезная организация с серьезными целями, миссией и задачей. Большая команда. Большая команда, да. Это была инициатива самой молодежи. Мы пришли к этому, шли к этому очень долго. С 2015 по 2019, 4 года мы шли к созданию этой организации. Ну и мы весной 2019 года мы создали свой устав, написали его. Очень долго его согласовывали, этот устав, между собой, между учредителями. После направили весь необходимый пакет документов в органы юстиции, через Центр обслуживания населения, подали документы. После нас зарегистрировали официально в 2019 году. Это был июнь месяца, 12 число. Сколько человек было в команде тогда? На тот момент в команде было чуть больше 70 человек. А сейчас какую динамику мы наблюдаем? Сейчас, начиная вот с 2019 года, нас стало втрое больше. Как показывает практика, большая часть молодежи проживает в областном центре, именно в городе. Хочется узнать, а какие создаются условия сельской молодежи? Какие для них есть удобные программы государственные? На самом деле сейчас у нас есть официально в каждом районе есть молодежные ресурсные центры, МРЦ. Эти молодежные ресурсные центры проводят очень большое количество собственных мероприятий на местах, задействуя именно сельскую молодежь в реализации этих программ, проектов. Но так или иначе, в основном молодежь в основной период времени она находится в городе. Учебный процесс, школьники, к примеру, если не так особо заняты волонтерской деятельностью, не так особо привлечены именно на начальных этапах. В основном молодежь, по закону даже утверждено, что для молодежи это лица в возрасте от 14 до 29 лет. Меньше возрастом они еще не понимают всей ценности, нет той осознанности, которая нужна для занятий, для выделения собственного времени, для занятия общественно-полезной деятельностью. А волонтеры в сельских местностях, очень сильно развито волонтерское движение, даже просто, к примеру, взять наш Жанаркинский район. В период пандемии, когда пандемия только начинала разгораться, много молодежи оказывали поддержку Жанаркии, направляя Кумос Саумал именно в город, потому что это очень целебный напиток, который имеет волшебные свойства при лечении этой вирусной инфекции. И Каркаролинский район, наверное, в стороне не остается. Ни один регион, район, на самом деле, не остается в стороне никогда, всегда по мере возможности оказывают поддержку. Тот же самый Асакаровский район, молочная продукция, которая славится не только на территории нашей области, а за ее пределами. И сельская молодежь в основном, основной период она находится в городе. И поэтому, так или иначе, коммуницировать, взаимодействовать очень легко с ней. И потом, среди нас, допустим, есть волонтеры, которые проживают в других областях, в поселках, в аулах. И уезжая домой, там, на каникулярное время, летний период они начинают. Каникулярное время в основном проводится больше с семьей, как-то пополнить свои ресурсы, отдохнуть, набраться сил, энергии. А период, когда начинается именно летний период, когда каникулярное время, в этот момент волонтеры начинают звонить и просить, чтобы оказали, какие есть проекты, давайте мы будем реализовывать их здесь. Поэтому сельские местности, районные центры никогда не остаются в стороне. Проявляют инициативу, да? Да. Приходят с проектами интересными. Там даже волонтерская деятельность, она, понимаете, она проходит каждый день. Просто элементарно, когда сосед пришел и сказал, слушай, я там строю дом, пошли. Это вот у нас у казахов есть асар. Да, да, да. Когда, я не знаю, там нужно пойти к какому-то дальнему родственнику, либо просто знакомым, там, не знаю, вспахать огород, там еще что-то. На местах, в селах волонтерство это, ну, как за здрасте принимается. Соглашусь с вами, да. Скажите, пожалуйста, о реализации каких крупных проектов планируется в ближайшее время? Мы сейчас запускаем, готовим к запуску проект, который будет направлен на социализацию. Сельская молодежь, о которой мы с вами только что говорили, именно сельская молодежь, потому что, приехав с поселков, с сельских местностей, не вся молодежь может сразу адаптироваться. Город большой, соблазна, искушения очень много. Мы запускаем проект там, где будут не только лишь какие-то обучающие мероприятия, а будут обучения финансовой грамотности, потому что очень много финансовых пирамид, в которые попадается молодежь на сегодняшний день, на уловки этих пирамид и потом залазит в кредиты и потом портит свою какую-то кредитную историю, не получаясь выплатить, получает большой стресс от этого. Мы хотим, чтобы это ушло, искоренить это. И вот ввиду этого мы запускаем вот именно проект по социализации молодежи в городской среде. Где будет обучение финансовой грамотности, как я сказал, где будут уроки политкорректности, политграмотности. Прошедшие события показали, что она необходима, молодежь должна знать просто элементарные какие-то, что такое государство, что такое власть и что мы можем требовать от нее. И такой вот один из таких крупных проектов, но также есть постоянный проект у нас регулярный. Это и именно социальный, большой блок мы выделяем социальному направлению. Это бесплатная стрижка, это бесплатные курсы, обучение казахскому, английскому языкам, бесплатные курсы по обучению, работе на портале ИГОВ, бесплатные курсы. Есть очень много разных курсов. У нас до пандемии очень хорошо развивался проект при поддержке Акимата Карагандинской области развивался проект, который назывался, он никак не назывался, в принципе, это был просто проект, где студенты высших учебных заведений, которые в совершенстве играют на домбре, хорошо рисуют, хорошо поют, брали определенных нескольких детей, шли в детские дома, и в этих детских домах обучали их этому на регулярной основе, постоянно беря их, постоянно их обучая. Был очень такой крутой проект, но пандемия внесла свои коррективы, и сейчас есть ограничения по посещению таких центров, таких домов. Тем не менее, работа ведется. Работа ведется, конечно, сейчас, так или иначе, благодаря вакцинации пандемия немного сбавляет свои обороты, дает назад, и благодаря этому много мероприятий переходит в оффлайн-режим, волонтеров это безумно радует, что волонтеры уже приехали в город. Если в период начала пандемии у нас была дикая нехватка волонтеров, потому что многие волонтеры уехали по домам, некоторые просто боялись выйти, некоторым родители не разрешали, хотели их собственной безопасности. Это тоже правильно. А сейчас волонтеры все в городе, они очень долго отдохнули, набрали силы, энергии, духа, и сейчас они готовы к этим оффлайн-мероприятиям. И сейчас очень много оффлайн-мероприятий, и за дня в день мы даже не успеваем следить за сеткой новостей. Ну это хорошо, когда работа идет, конечно. Да, безумно. Когда мы видим результаты, положительную динамику. Как стать членом волонтерского движения? Членом волонтерского движения? Нужно стать вообще членом организации нашей «Козгаллский ИЗ». Для начала, да. Что мы в первой шаге? Мы занимаемся правами, продвижением ценностей прав человека, формированием у молодежи гражданской активности, образовательными проектами. У нас также есть правозащитный блок свой определенный, это и социальные волонтеры, социальные проекты. Волонтерство все цело. Достаточно нас найти в социальных сетях «Козгаллский ИЗ» без пробелов, без точек, без слэшев. Пишется слитно «Козгаллский ИЗ». Написать нам в дайрект, и вам моментально ответят наши координаторы, наши волонтеры, СММщики. Ответят. И добро пожаловать в наши ряды. И мы всегда говорим, что придя в нашу организацию, вы получите не просто какой-то опыт, багаж знаний, обучение, которое мы проводим, а будете вместе с нами делать этот мир чуточку добрее. Прекрасные слова. Соглашусь с вами. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Мы желаем больших успехов в вашей работе. Благодарю вас. И в преддверии всех предстоящих праздников хочу поздравить всех. И самое главное, как у казахов говорят, елемы заманжу, что мы станем в Болсанше. Рахмет. Уважаемые телезрители, в завершении нашей программы хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был глава молодежного общественного объединения «Козгаллский ИЗ» Аслан Кабигенов. Спасибо вам большое. Конечно. Увидимся в эфире первого Карагандинского. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова